Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я начала работать над собой и выходить из состояния жертвы. Как именно вы начали над собой работать, как вы понимаете, что вы выходите из состояния жертвы, и как вы понимаете, что вы в этом состоянии жертвы находитесь. Начала брать ответственность за свою жизнь, перестала кого-то винить, высказывать претензии, и поняла, что хочу видеть полную жизнь, без жалоб и осуждения других людей, видеть позитив жизни, а концентрироваться на негативе. Наверное, нет. Не концентрироваться на негативе, хотели бы и сказать. Много красивых слов, но в данном случае. Только смущает то, что особо конкретики никакой нет. В смысле, ну, в том смысле, что вы говорите, например, что брать ответственность за свою жизнь, да? Ну, может быть, это и хорошо, что вы берете ответственность за свою жизнь. Это сто процентов хорошо. Только как вы понимаете, что вы берете ответственность за свою жизнь? Как именно вы это понимаете? Вот, это первый момент. Второй момент это то, ну, как бы, для чего вы это делаете? То есть, ну, вот, вы хотите жить полной жизнью, концентрироваться на позитиве, как вы говорите. Ну, полная жизнь это не позитив и негатив. Полная жизнь, она вообще, наверное, не делится на такие вещи, как, ну, как, ну, как позитивная и негативная. Полная жизнь, она разнообразна, полная жизнь, она постоянно видоизменяющаяся. Да, я бы так, я бы так это сказал. А вы, вот, в своем стремлении видеть позитив и не видеть негатив, да, а вы, ну, в какой-то степени убегаете от этого, от полной жизни. А вот, как бы, застревать, вот, застревать, пожалуй, да, застревать не нужно. На каких-то эмоциях. Для этого их нужно прожевать. То бишь, ну, что значит прожевать, да? Прожевать значит выражать их. Вот, на мой взгляд, совершенно очевидно, что для вас является, ну, я бы сказал, сложным процесс выражения своих чувств. Так мне показалось, из вашего сообщения. Ну, и на этом указывают некоторые косвенные факторы, вот, которые, может быть, я упомяну. Когда я буду дальше чипать и исследовать ваш текст. Но пока, 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 пока что, пока что. А, вы где-то все, вот. А, так как я, собственно говоря. Описываю. Описываю. Так. Начала замечать в Муне, что он центрируется на негативе, и мне это начинает в голову вливать. А я его слышу через силу. Ну, во-первых, если для вашего мужа это негатив, вот, то можно ли говорить о негативе? Да нельзя. Для него это не негатив. О чем бы он, о чем бы он ни говорил. Если для него это негатив, значит, все в порядке. Ну, вот. И тут, скорее, больше проблема в том, что негатив, вероятно, видите вы. Вот. Ну, если вы видите негатив, то это, скорее, ваша проекция, нежели чем, на самом деле, его собственный негатив. То есть, понимаете, вот, что такое негатив и что такое позитив, да, это же все определяется, в общем-то, отношением и ощущением. Человек. Вот. И если вам кажется, что это негатив, ну, в первую очередь, негатив для вас, то, ну, желательно, конечно, посмотреть, а чем? Чем для вас это негатив? Почему для вас это негатив? Вот. Дело в том, что чаще всего человек заостряет свое внимание на так называемом негативе и так называемом позитиве вследствие своих некоторых чувств, вот, и своих некоторых переживаний, которые для человека, скорее всего, не очевидны. Ну, как правило, не очевидны. Как правило, не очевидны. Вот. Так рождается миф о позитиве и негативе. Вот. Очень похоже на то, что вы, вот, знаете как, пытаетесь, ну, сохранить свою какую-то картину мира, я бы так сказал. Ваш муж ее нарушает. Нет. Дело не в том, что вы должны это терпеть, вы должны как-то позволять ему это делать. Нет, речь идет не об этом. Но речь идет о том, что ваша собственная картина мира не станет более устойчивой, если вы будете ее как-то избегать. Если вы будете стараться делать так, чтобы ничего, например, не слышать, чтобы ничего, например, не видеть, чтобы не сталкиваться с какими-то вещами, которые вам неприятны. И, конечно, ваше безусловное право делать это или нет, вот. Если вы не хотите, то понятно, что никто вас не заставит, да и не нужно, не нужно на самом деле. Ну, никого в этом смысле, конечно, заставлять. Но идея заключается в том, чтобы вы все-таки были, ну, наверное, немножко поустойчивее. А для этого, по-вторых, нужно замечать в первую очередь свои переживания, свои чувства. Вот, если мы говорим об негативе, да, то обычно мы говорим об агрессии. В этом контексте мы говорим о том, что человек, обращающий свое внимание на негатив, да, это человек, который потенциально, подспорно ищет возможность для себя выразить негатив. Вот, вот, вы увидели, ну, вот, в действиях, значит, ну, в словах своего мужа негатив, да, вот. И вы, как бы, ну, недовольны этим, вы говорите, что, ну, нет, вот, нет, нет, так вот, не надо, так нельзя, вот. Вот, это, ну, плохо так, значит, так, ну, так тело, так поступает, да, вот, плохо это, ну, то есть вы позволяете в этом смысле, значит, себе, как бы, вот, проявлять в этом контексте свое недовольство. Ну, вот, если бы этого не было, да, то и недовольство вам проявить бы возможности тоже, вероятнее всего бы не было. Вот, поэтому, не говоря, поэтому важно понимать, да, что здесь имеет место быть вот эта вот такая, такая, такая субъективная сторона вопроса, вот. А-а-а, на которую нужно обратить, обратить, а-а-а, внимание вам. Причем, внимание желательно обратить в самое плотное, потому что это напрямую, судя по тому, что я вижу, влияет на, а-а-а, ваши ощущения. Вот, вы говорите, что это начинает проникать мне в голову, я его слышу через силу, а, начинает меня вливать в голову, я его слышу через силу. А-а-а-а, вопрос, а зачем вы слушаете своего мужа через силу? Ну, то есть, вашему мужу хочется поговорить о чем-то, да? Ну, хочется человеку пообщаться на какие-то темы, ну, вполне нормальное желание, но, как бы, для чего вам его слышу через силу? А-а-а, может быть, речь идет о том, что, что вы не можете им отказать? А-а-а, может быть, речь идет о том, что вам как-то сложно человеку отказать? А-а-а, может быть, а-а-а, ну, может быть, речь идет о том, что он, а-а-а, что вы боитесь ему отказать? А-а-а, может быть, речь идет о том, что вам не о чем-то другом разговаривать? А-а-а, может быть, не может ли быть такого? Такого. Вот, попробуйте, пожалуйста, ответить на этот вопрос. Вот, ну, сами для себя хотя бы, да? Попробуйте. Попробуйте как-то вот, ну, подумать на эту тему. Потому что если вам на самом деле не о чем больше разговаривать с мужем, и у вас мало общего. Это одно. Если вы просто не привыкли, э-э, ну, как-то вот, да, ставить, ставить, ставить себя, да, на один уровень с мужем, и заявлять о том, что вам что-то может не нравиться. Это другое. Э-э, так, начинаем говорить о Великой Отечественной войне. Я, безусловно, э-э, считаю, что память солдат и людей, которые сейчас за нашу жизнь положили, э-э, не очень понятно, наверное, иметь ввиду, что память нужно читать, да? Муж начинает в это углубляться, страшно вещи говорить, хотя знает, что я впечатлительный, для меня это тяжелые темы, долго о них не могу говорить. Э-э, здесь, здесь ключевой момент в том, что вы ждете от своего мужа, по-моему, будет учитывать вашу впечатлительность. Хотя, не совсем понятно, как ваша впечатлительность представлена, именно представлена, в, э-э, контексте вашего взаимодействия с мужем в целом. То есть, ведь что такое впечатлительность? Впечатлительность на данный момент, пока мы с ней не поработали и не посмотрели, можно ли это скорректировать, кстати, а как вы относитесь к своей впечатлительности сами? Так вот, впечатлительность – это просто черта вашего характера, особенность личности, свойства нервной системы, который может быть как позитивным, в смысле того, что вы можете быть привлекательным для кого-то, будучи впечатлительным, а можете быть непривлекательным для кого-то, будучи впечатлительным. Так вот, как вы пользуетесь своей впечатлительностью и как она воспринимается, повторюсь, вашим мужем в контексте ваших отношений? Воспринимается ли она как часть вашей личности, неотъемлемая часть? Собственно, даже не часть личности, а ваша личность в таком ее проявлении? Или это что-то другое? Дальше. Возникает резонный вопрос. Если вы впечатлительный человек и вам не нравятся какие-то темы, что вполне нормально, то как так получилось, что вы выбрали человека? Ну, вообще-то, с откровенно такой вот позиции, в общем-то, довольно-таки очевидный. То есть, человеком, человека, который любит, ну, поговорить об этом, скажем так. Вот. Как так вышло, что этот человек ваш муж? Вот. То есть, человек, с которым вы проводите большую часть своей жизни. Самый близкий человек, если хотите. Как так вышло? Вот. Дальше. Как абстрагироваться от негатива мужа и дальше чувствовать себя легко, чтобы меня не затягивало в болото негатива? Нужно увидеть, как вас затягивает болото негатива. Как я и сказал. Затягивает вас посредственно агрессию. Туда. То есть, необходимости как-то себя выразить. Как-то себя разместить. Как-то себя проявить. Вот. Я, наоборот, стал более гармоничным. У меня внутри наступило спокойствие, когда долго не общалась о чем-то. О чем угодно? Или как? Так. Когда он на работе, я отдыхаю от него, мне хочется больше читать и что-то изучать. И углубляться в себя. Ну, это хорошо, что вы стараетесь себя познать, но я бы сказал, наверное, что нам нужно с другими людьми общаться, исходя из своих личных границ. То, что вы в такие вот тепличные условия себя помещаете. Ну, это как бегство выглядит. Не хочу, чтобы мы нарушали мои личные границы в спокойствии. Ну, во-первых, в свое спокойствие. Ответственно, вы сами. Это первое. Второе. Вам желательно бы увидеть, помимо того, что вас это делает неспокойный, да. Но, быть может, все-таки человек говорит о чем-то, что вам интересно. Может быть, человек говорит о чем-то, что вы не считаете ценным. Вот. То есть, ну, наверное, вам можно здесь предложить свою тему и заинтересовать ею своего мужа. Возможно, вам здесь можно сказать просто, что вы не хотите разговаривать на эту тему. Возможно, вам стоит разместить свой интерес, который есть у вас. Но, так или иначе, что бы вы не выбрали. Во-первых, как бы, в каком ключе в векторе вы хотите двигать отношения с мужем, это первый вопрос. И второй вопрос, это то, чего хотите лично вы. Потому что, говоря о спокойствии, говоря о, значит, гармонии, говоря о чтении и изучении, вы не предлагаете ничего конкретного. Ну, то есть, вам не интересна тема ВОВ. Хорошо. Допустим. Ну, как бы, нужно чем-то ее заменить. Вот. Бывает еще, что при непонимании друг друга он начинает мне навязывать, что я плохая и не ценю, хотя он делает обычные вещи и покупает продукты. Как научиться не брать на себя то, что он говорит? Позволять злости размещаться в конструктивной форме. Это если кратко. Но, непонимание друг друга пишите вы. Какой вы вклад вносите в это непонимание друг друга? Это ссора получается? Вы про ссору говорите? Начинает мне навязывать, что я плохая и не ценю. Угу. Вероятно, вы сами себя так видите, что вы плохая и что вы, ну, там, не цените чего-то. С одной стороны. С другой стороны, почему покупка продуктов – это обычная вещь? Это необычная вещь. Ведь человек может не делать этого. Я бы обычной вещью назвал то, что человек будет делать в любом случае. Например, дышать. Да? Например, спать. Вот. Хотеть есть. И так далее. Вот такие вещи, которые человек не может не делать, я бы эти вещи назвал бы обычными. Вещи, которые человек может не делать – это вещи необычные. Но ценить что-то, да, не означает, что, во-первых, вы должны себя принижать, а во-вторых, не означает, что предмет ценности находится в плоскости ваших ценностей. То есть, я понимаю, что вы покупаете продукты, я понимаю, что вы могли бы их не покупать, я понимаю, что, точнее, я чувствую, я чувствую, что благодарен вам, например. Но у меня нет внутреннего чувства, что я это ценю. Просто потому, что я ценю немножко другие вещи. Так, может быть, и вы спросите себя. Ну, вот хорошо. Я считаю, что покупка продуктов – это обычное, ну, обычное дело. Я считаю, что ничего необычного мой муж не делает, говорите вы. А что я ценю тогда? Непонятно. Непонятно. И чтобы не брать на себя то, что он говорит, нужно, то есть, не брать на себя что-то чужое, да, нужно брать на себя свое. А вот с этим у вас, мне кажется, проблема. Хотя бы потому, что ваш муж говорит о чем-то, он говорит о Великой Отечественной войне, да, и для него это важно. И для него этот цен, но он видит в этом какую-то свою ценность, не важно абсолютно сейчас какую, но он в этом видит ее, он ее переживает, и он ее выражает так, как он умеет. Как он умеет, как получается, в зависимости там от его уровня, культуры, образования, интеллекта, соотношений, эмоциональности и мышления у некоторых людей, чем выше эмоциональность, тем меньше мышление, да, вот. А вы нет, что-то свое вы не предлагаете. Вот в этом и проблема. Как-то так, я думал. Можно пойти дальше и, конечно, говорить о том, что необходимо осваивать методы бесконфликтного общения и продуктивной коммуникации, скажем так, да. Но, на мой взгляд, сначала необходимо разобраться именно с содержательной стороной, с стороной наполнения, без которой не имеет смысла, на мой взгляд, что-либо говорить. Поэтому, лучше всего здесь вам, конечно, начать психотерапию, потому что, как вы работаете над собой и что вы делаете, да, вызывает некоторые опасения. Поэтому, лучше не подвергать себя риску, навредить себе еще больше. Ваше обретение гармонии очень похоже на просто избегание. Всего вам самого доброго, удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего, всего самого лучшего. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...